здравствуйте с вами доктор лена пришло время поговорить про вакцинацию и о том какие существуют вакцины московские онкологи рекомендовали при вакцинировании он к пациентов учитывать индивидуальные факторы и не приостанавливать лечение в период введения вакцины специалисты считают критически важной вакцинацию этой группы пациентов в связи с повышенным риском тяжелого течения к вид 19 кроме того приоритетном порядке вакцинацию необходимо проводить и врачам контактирующих с данной группы пациентов позицию экспертов опубликовал департамент здравоохранения москвы и онкопациенты должны быть вакцинированы независимо от нозологии или этапа противоопухолевого лечения противоопухолевое лечение также не должно останавливаться при назначении противоопухолевой терапии вакцинацию необходимо проводить за одну две недели до ее начала предварительно проверив анализа крови и решив что противопоказаний у данного конкретного пациента нет и можно проводить вакцинацию тяжелых и терминальных случаях вакцинация не показана в разработке рекомендаций приняли участие руководители и врачи-онкологи крупных научно-исследовательских онкологических центров москвы документ был одобрен клиническим комитетом департамента здравоохранения и доведен до всех городских специалистов онкологов амбулаторного и стационарного звена а также до врачей городских поликлиник также законодателями предполагается установить ответственность за призыв к отказу от вакцинации особенно если они исходят от медработников предполагающих и пропагандирующих домыслы о вреде вакцин когда я слышу от своих пациентов что нам по месту жительства сказал врач что нет еще точных данных что еще мало изучены эти вакцины мне хочется спросить этих докторов а давно ли они открывали специализированные медицинские сайты читали материалы первоисточники исследования и методические разработки обновленные уже в этих в этом году слушали вебинары специалистов лучше все-таки держать это свое некомпетентное мнение при себе не позориться при больных которые порой знают больше и глубже нежели врач не стоит себя подставлять коллеги тем более что готовьтесь к вопросам о вакцинации сейчас их будет множество и этому надо уделить целую программу поэтому начинаем итак разработка вакцин существует несколько фаз разработки вакцин то есть исследования делятся на несколько фаз испытания первой фазы предназначены для проверки безопасности вакцины хотя также измеряется и иммуногенность то есть активность вакцины также часто включается исследование диагностики диапазона доз испытания второй фазы расширяют профиль безопасности и оценку иммунного ответа а также большее число участников предполагается испытание третьей фазы проводится для определения эффективности предотвращения заранее определенной конечной точки обычно подтвержденной лабораторно эффективность вакцины в процентах это снижение заболеваемости среди тех кто получил вакцину по сравнению с теми кто получил контрольный продукт или плацебо и рассчитывается это по специальной формуле традиционно эти фазы выполняются последовательно и на каждом этапе они обычно длятся несколько лет но в связи с беспрецедентными историями с ковид-19 вакцина это была разработана в течение нескольких месяцев и по несколько месяцев ушло на каждый этап исследование первой и второй фазы часто объединялись 2 и 3 фазы и плавно выходили уже на применение к людям различные комитеты по безопасности и мониторингу международные американские fda в россии это роспотребнадзор и министерство здравоохранения должны дать одобрение для использования данной вакцины разработка вакцин против сарс ков-1 и коронавируса ближневосточного респираторного синдрома мерзков проложила путь к быстрой разработке вакцины против ковид-19 основной антигенной мишенью для обоих этих вирусов сарс ков-1 и мерзков была поверхность шипа спайк белка аналогичный шип есть и у сарс ков-2 непосредственно причина коронавирусной инфекции место доставки вакцины может влиять на характер иммунного ответа естественные респираторные инфекции вызывают как реакцию слизистых так и системные иммунные реакции организма в целом однако большинство вакцин вводятся внутримышечно или внутрикожно и вызывают в первую очередь конечно системный иммунный ответ с менее надежной защитой слизистых некоторые вакцины можно вводить интраназально что собственно и мы знаем при вакцине от вируса гриппа они могут вызывать иммунный ответ именно слизистых оболочек верхних дыхательных путей предотвращая проникновение в клетке вируса живые аттенуированные вакцины против ковид-19 вводимые в дыхательные пути в виде спрея или капель проходят сейчас до клинические исследования и мы их очень ждем так существует несколько платформ вакцин которые доставляют непосредственно защиту в наш организм вакцины для ковид-19 разрабатываются с использованием различных платформ некоторые из них представляют собой традиционные подходы такие например как инактивированный вирус или живые ослабленные вирусы которые используются например для вакцин против гриппа или против кури и других подходах используются новые платформы такие как рекомбинантные белки например которые используются при создании вакцины против вируса попелома человека или векторы используемые для вакцины против эболы Некоторые платформы, такие как вакцины РНК и ДНК, никогда ранее не использовались в лицензированной вакцине Инактивированные вакцины производятся путем выращивания SARS-CoV-2 в культуре клеток с последующей химической инактивацией Инактивированный вирус чаще комбинируют с различными адювантами, дополнениями в вакцине, типа квасцов, для стимуляции иммунного ответа Инактивированные вакцины обычно вводят внутримышечно, и иммунные ответы на эту вакцину будут нацелены не только на спайковый белок, на вот этот шип, но и на другие компоненты вируса Прототипы инактивированных вакцин против COVID-19 разрабатываются в Китае, в Индии, в Казахстане, и некоторые из них находятся уже даже на поздних стадиях испытаний Следующая платформа – это живые аттенуированные вакцины Они производятся путем разработки генетически ослабленных версий вируса дикого типа Эти ослабленные вирусы реплицируются в вас, кому введена вакцина, и вызывают иммунный ответ, но не вызывают заболевания Ослабление может быть достигнуто путем модификации вируса или его выращивания в неблагоприятных условиях Так что вирулентность его теряется, а иммуногенность, то есть создание иммунитета происходит Мы надеемся, что такая живая аттенуированная вакцина от вируса COVID-19 сможет стимулировать не только гуморальный, но и клеточный иммунитет в виде, например, интраназального спрея или в виде капель Преимущество живых вакцин в том, что их можно вводить непосредственно на слизистую Однако проблемы безопасности живых аттенуированных вакцин включают возврат к вирусу дикого типа или рекомбинацию с ним Несколько живых аттенуированных вакцин против COVID-19 находятся в стадии доклинической разработки, но пока ни одна из них не дошла до испытаний на людях Следующая платформа – это рекомбинантные белковые вакцины Рекомбинантные белковые вакцины состоят из вирусных белков, которые были экспрессированы, то есть перемещены в одной из различных систем, включая, например, клетки насекомых, млекопитающих, дрожжевые грибы и растения Эти вакцины вводятся внутримышечно Для них не требуется репликация живого вируса, что облегчает их производство Рекомбинантные вакцины против COVID-19, находящиеся в разработке, включают вакцины с рекомбинантным шиповым спайк-белком Следующая платформа – это векторные вакцины Некомпетентные к репликации векторной вакцины Понимаете, да, что есть некомпетентные, значит, есть и компетентные В векторных вакцинах, не способных к репликации, используется другой векторный вирус То есть другая платформа, например, которая создана, чтобы не создавать инвиво И не экспрессировать вирусный белок, живой вирусный белок в человека Например, многие некомпетентные к репликации векторные вакцины Используют, например, аденовирусный вектор Как, вот, например, в спутник Ви, да То есть используют как раз именно базу аденовирусного вектора Одним из недостатков векторных вакцин является то, что ранее существовавший иммунитет к этому вектору Ну, например, аденовирусу Может ослаблять иммуногенность данной вакцины Этого можно избежать, используя вирусные векторы, которые не распространены у людей Ну, например, распространены у животных, такие как аденовирус шимпанзе Эти вакцины вводятся внутримышечно и сконструированы так, чтобы экспрессировать спайковый белок Тот самый шип, который приводит к иммунному ответу И некоторые из них находятся уже, между прочим, на поздней стадии клинических испытаний Компетентные к репликации векторные вакцины Их получают из ослабленных, аттенуированных вирусных штаммов Инактивированные вирусные векторные вакцины COVID-19, которые демонстрируют спайк белок на поверхности Все еще находятся на доклинической стадии разработки ДНК-вакцины Существуют вакцины, созданные на основе ДНК и РНК-вируса ДНК-вакцины делают из плазмидной ДНК Они обладают довольно низкой иммуногенностью и требуют специальных устройств для доставки в клетку Что ограничивает их использование Кроме того, они должны достичь ядра, транскрипировать специальную РНК Чтобы можно было генерировать этот белок для стимуляции иммунного ответа Ну, в общем, очень все сложно Сейчас больше интересуют нас как раз РНК-вакцины А вот РНК как раз были первыми вакцинами против SARS-CoV-2 Которые были произведены именно инвитро Транслируют они вот этот целевой таргетный белок шипа Спайк-белок Так, что вызывают иммунный ответ И МРНК остается в цитоплазме клеток Но не проникает в ядро Эти вакцины производят полностью инвитро Это, конечно, облегчает их производство Однако эти технологии требуют большого количества самого РНК И ранее они не тестировались Вакцины эти необходимо держать при очень низких температурах Что усложняет их хранение Ну, короче, такое Некоторые РНК-вакцины уже, между прочим, доступны На этом мы с вами завершаем вводную часть про вакцины в целом И дальше, в следующей передаче мы поговорим про российские и иностранные вакцины И что в них хорошо, а что плохо, мы узнаем в следующий раз С вами была доктор Лена Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!